Мифические существа сопровождают людей уже много веков. Истории о людоедах, оборотнях, драконах, йети, великанах и других ужасающих созданиях таятся в каждой культуре на протяжении веков. Цивилизации появляются и исчезают, а сказки о потусторонних существах живы и плодятся, как и всегда. Одним из популярных героев таких сказок является ночное существо, преследующее своих жертв ради крови. Конечно же, речь идет о вампирах, практически не отличимых от обычных людей, за исключением холодной бледной кожи и увеличенных клыков. Сотни лет, а возможно и дольше, люди жили в страхе перед этими мифическими существами, меняющими форму, и при этом многие люди были извращенно очарованы ими. Однако, как бы невероятно это ни звучало, я утверждаю, дорогой мой зритель, что вампиры не только основаны на правде, но и ходят среди нас сегодня. Они реально существуют, и сегодня я представлю вам квинтэссенцию многолетних исследований вампиров, их биологии, анатомии, физиологии и поведения. Выход данного ролика стал возможен благодаря поддержке моих платных подписчиков на ютубе, спонсоре, бусти и патреоне. Спасибо. Если говорить о зарождении вампиризма, то историки и богословы могут указать на Лилиту, фигуру из библейской и вавилонской мифологии. В обеих вариантах истории этот персонаж имел общую черту в виде ночного кровопускания или поедания крови. Однако именно европейские легенды 12 века по-настоящему закрепили наше современное представление о вампирах. Именно эта эпоха дала нам многие суеверия и черты, которые мы ассоциируем с вампирами и сегодня. Хотя, конечно, Дракула и Носферату были, пожалуй, еще более влиятельными в современную эпоху. И прежде чем перейти к обсуждению разных аспектов вампирской физиологии, мы должны понять, как вообще они появляются. Вопреки распространенному мнению, это не какое-то сверхъестественное вливание жизненной силы. Это не продажа души дьяволу, которая вызывает темное превращение вампира. В отличие от большинства других, это коварный вирус, который заражает клетки хозяина путем эндоцитоза или полного поглощения. Не ограничиваясь поражением одного типа тканей, как это делают другие вирусы, вирус вампиризма человека заражает все живые клетки человеческого организма, за исключением эритроцитов. Это само по себе пугает, но дело этим не ограничивается. Вирус изменяет клетки хозяина уникальным и поистине коварным образом, позволяя им поддерживать такие важные процессы, как регенерация мембран и одновременно захватывая их для производства клонов вируса. Короче говоря, пока клетки заражены и изменены, они не уничтожаются. И эта черта делает вирус чрезвычайно успешным. Инфицирование щитовидной железы изначально увеличивает скорость метаболических процессов во всем организме, а инкубационный период вируса длится беспрецедентно короткое время, от 6 до 12 часов. После завершения инкубации у жертв вируса начинает проявляться целый ряд симптомов, немного напоминающих обычный грипп. Головная боль, жар, озноб, повышение обмена веществ, учащенное сердцебиение, сильная жажда, обильное потоотделение, частое мочеиспускание. Все эти симптомы обычно продолжаются 6-12 часов. Примерно через сутки после появления этих симптомов, жертва впадает в состояние, которое я называю вампирической комой. И именно в этом состоянии активной бессознательности и начинается настоящая трансформация. Вампирическая кома обычно длится около суток, и жертва почти всегда пробуждается ночью. Сама по себе кома, конечно, не является обычным сном, и жертва, кажется, находится в своего рода бессознательной агонии, что совсем неудивительно, ведь в это время тело претерпевает многочисленные анатомические и физиологические изменения за очень короткий промежуток времени. Пульс и дыхание становятся неустойчивыми, зрачки расширяются, кожа обильно потеет, резко снижается вес. К концу комы жертва кажется спокойной, и ее даже можно принять за мертвую. Несомненно, что некоторые несчастные жертвы были преждевременно похоронены из-за этого, а некоторые не переносили кому и погибали. Среди пожилых и очень молодых жертв смертность очень высока. Большинство выживших находится в возрасте от 18 до 35 лет. Многие за пределами этого диапазона просто не просыпаются. Ну а те, кто выживают, обнаруживают у себя множество изменений. Заболевшие часто проходят своего рода период акклиматизации, характеризующийся замешательством и паранойей, но это состояние длится недолго. Мутагенные изменения, вызванные вирусом, в основном завершаются в течение недели, и к тому времени вирус впадает в состояние покоя, пробуждаясь только после очень сильного стресса, травмы или попадания в организм крови новой жертвы. И сейчас вам наверно очень интересно, что же это за изменения. Хотя точные механизмы мне пока неизвестны, я полагаю, что вирус работает посредством процесса, известного как горизонтальный перенос генов. Это явление не является чем-то необычным в природе. Из наиболее заметных изменений можно отметить бледноту кожи, удлиненные грациозные конечности, клыки и т.д. Но самые интересные и неочевидные изменения происходят в мозге вампира. Похоже, что их уровень серотонина снижается, что обычно сдерживает желание. А вот нейронные пути, связанные с выделением дофамина и эндорфина, усиливаются, особенно в ответ на кормление. Именно поэтому для вампира питье крови является актом, доставляющим наивысшее удовольствие. Циркадные ритмы у вампиров также изменены, чтобы подстроиться под их новое ночное поведение. Но это только вершина айсберга. Миндалина вампира гипертрофирована примерно на 7% больше, чем у обычных людей, а зрительная кора увеличена на 13%. Синоптические связи между передней поясной извилиной и остальной частью мозга намного ниже нормы, как будто бы ядро мозга изолировано от неокортекса. Кроме того, у вампиров мозолистое тело на 20% больше, чем у обычных людей, что приводит к почти мгновенной связи между полушариями. Наконец, плотность интернейронов, складчатость и слоистость коры значительно превышают нормальные параметры, особенно в зрительной зоне. Короче говоря, вампиры – это эдакие гении с прокачанными способностями к распознаванию образов и интеллектом, намного превосходящим обычные человеческие возможности. Увеличенная миндалина также, похоже, способствует развитию у вампиров такого уровня восприятия, который граничит с предвидением. С другой стороны, вероятно, от счастья из-за этого, вампиры гораздо более склонны к навязчивым расстройствам, таким как перестановка и подсчет предметов. Кроме того, двигательные нервные аксоны вампиров почти в два раза толще, чем у обычных людей, что выражается в их молниеносных рефлексах. Вампирское зрение также сильно отличается от нашего. После пробуждения из комы, радужки вампира заметно расширяются до такой степени, что кажутся почти полностью черными. Повышенная отражательная способность заставляет радужки мерцать даже при слабом свете, подобно топетому, встречающемуся у многих ночных животных. Также можно предположить, что вампиры обладают квадрохроматическим зрением, то есть в то время как у нас, людей, только три типа колбочек в глазу, у вампиров их четыре. Четвертая колбочка настроена на ближний инфракрасный диапазон, и это дает вампиру улучшенное ночное зрение, хотя и ценой сильной чувствительности к свету. И раз уж мы упомянули свет, то пора вспомнить распространенный миф про вампиров. С древних времен вампиров считали разновидностью злых духов, и эта концепция лишь укрепилась в средние века. А самая большая угроза для любой темной сущности – это распятие. Но, как мы видели, состояние вампира не является сверхъестественным, так что возникает вопрос – есть ли какая-то реальная причина вампирам опасаться распятия? Что ж, для ответа нужен небольшой контекст. Наши глаза содержат массивы специализированных рецепторных клеток. Некоторые активируются только тогда, когда видят свет и тень в сочетании, другие активируются, когда видят горизонтальные линии. А вот у вампиров рецепторы, реагирующие на горизонтальные линии, перекрестно подключены к тем, которые реагируют на вертикальные, и когда оба набора рецепторов срабатывают одновременно, то есть когда они видят пересекающиеся прямые, которые занимают более 30% градусов зрительной дуги, то возникающая обратная связь генерирует нейронную перегрузку в зрительной коре. Эта перегрузка может привести к жестким припадкам, хотя только при определенных обстоятельствах. Когда вирус впервые появился, вероятно тысячелетия назад, этот глюк вызывал мало проблем для вампиров, ведь в конце концов прямые углы редко встречаются в природе, а евклидовая архитектура, вероятно, появилась тысячелетия назад. И похоже, как только люди начали строить здания, вампирам уже было трудно с этим справиться. Однако со временем, учитывая все большую распространенность прямых углов, похоже, что вампирам пришлось развить способность избирательной фокусировки, удерживая определенные элементы на заднем плане своего зрения. То есть, короче говоря, трюк с распятием это не миф. Однако существует много реальных мифов, связанных с вампирами, про которые я расскажу чуть позже. Само собой, что сверхчувствительность вампиров не ограничивается лишь зрением. Гипертрофированные нейроны головного мозга и дополнительные рецепторные клетки значительно увеличивают диапазон слуха, тоже касается и обоняния. Это фатально для жертв вампиров, ведь с учетом всего этого спрятаться от них практически невозможно. Важные изменения состоят и в строении мышц. Если человеческие мышцы состоят из двух основных типов волокон, быстро сокращающихся и медленно сокращающихся, в соотношении примерно 50 на 50, то у вампиров мышцы состоят из быстро сокращающихся волокон на поразительные 90%. Это, а также значительное увеличение количества миоглобина и митохондрии, позволяющие быть активным без накопления молочной кислоты и повышенный уровень внутриклеточного АТФ означает, что вампиры не только пугающе быстры и сильны, но и удивительно выносливы. И что интересно, сердце это одна из мышц, которая не укрепляется после трансформации. На самом деле все происходит с точностью да наоборот. Вампирская кровеносная система претерпевает полную инверсию, когда сердце просто перестает биться. Вместо этого кровь перекачивается за счет сокращения скелетных мышц, а сердце в конечном итоге атрофируется. В состоянии покоя в конечностях происходят непроизвольные спазмы, известные как фасцикуляции, которые исходят от самых дальних конечностей внутрь, подобно волнообразной перистальтике ЖКТ. Идем дальше. Наряду с зубами, одним из самых очевидных признаков заражения вампиризмом является кожа. Примерно через три дня после пробуждения из комы, кровообращение начинает замедляться, особенно в капиллярах эпидермиса. В то же время капилляры в толще тела начинают разрастаться, оттягивая кровь от кожи к туловищу, что придает вампирам характерную болезненную или почти призрачную бледноту. Тонкие участки кожи, такие как глазницы, веки и губы, первыми подвергаются этим изменениям. И чтобы замаскироваться, вампиры часто закрывают одеждой как можно больше кожи, а на остальные наносят густой грим. Теперь пришло время поговорить о, пожалуй, самых тревожных аспектах биологии вампира – о его зубах. Во время второй фазы вампирической комы, верхние и нижние клыки растут чрезвычайно быстро. Создается впечатление, что специализированные амилобласты проходят через узкие поры дентина и коронки и, достигнув поверхности, откладывают дополнительную эмаль на кончики, создавая характерное острие. По мере старения вампира потеря жидкости вызывает заметную рецессию десен, в результате чего зубы кажутся длиннее. Вампиры используют свои острые клыки, чтобы сделать прокол в коже, в идеале над крупным сосудом. А еще их слюна содержит антикоагулянт дракулин – это гликопротеин, который также содержится в слюне летучих мышей и вампиров. Как только кровь начинает свободно течь, они начинают есть, используя желобок на языке в качестве своеобразного сифона. Дополнительный компонент слюны вызывает анестезирующий и успокаивающий эффект у жертвы, сохраняя ее в состоянии покоя, пока потеря крови ее не одолеет. И сама суть питания кровью вызывает немало вопросов. Предполагается, что побочным эффектом вируса является потеря способности синтезировать особый белок, ответственный за некоторые аспекты развития центральной нервной системы. И поскольку этот белок встречается только у гоминид, то человеческая кровь является важным компонентом рациона вампиров, и без нее они не смогут поддерживать свою усиленную нервную систему, что вызывает петлю вирусной реактивации, которую невозможно восстановить. Способность извлекать этот белок из человеческой крови является отличительной чертой вампирского пищеварения. Но и это еще не все, ведь очевидно, что кровь не является жизнеспособным источником пищи для обычного человека. Поэтому, чтобы адаптироваться к этому, вампиры подвергают серьезным и радикальным изменениям как форму, так и функции своей пищеварительной системы. В течение нескольких лет в их кишечнике поселяется множество бактерий, поддерживающих иммунитет, то есть это своего рода симбиоз, которому, как я полагаю, способствуют изменения в геноме вампира, вызванной вирусом. В сочетании с повышенной устойчивостью к прионным заболеваниям, это делает вампира практически неуязвимым для болезней и бактерий, передающихся через кровь. Кроме того, пищеварительная система вампира способна усваивать большое количество железа, содержащегося в крови, и перерабатывать большое количество азотистых отходов. Однако, кроме всего этого, существует еще одна проблема. Это проблема объема. Человеческие тела обычно содержат от 5 до 6 литров крови, в то время как желудок вампира вмещает лишь полтора литра, и в результате популярное представление о том, что вампир высасывает из жертвы почти всю кровь, просто функционально невозможно, если только кормление не происходит в течение нескольких часов. Но дело тут не только в ограниченном объеме желудка. Чтобы справиться с избытком азота, вампиры должны делать частые перерывы для мочи и спускания. На данный момент мы обсудили большую часть изменений, происходящих во время превращения из человека в вампира, но некоторые из вас, я уверен, заметили еще одну фундаментальную проблему. Если вирус вампиризма передается через жидкость тела, и если вампиры охотятся на людей, то вполне логично, что в конечном итоге все люди будут уничтожены, оставив вампиров без источника пищи. И как ни парадоксально, именно неспособность вируса заразить некоторых людей привела к его сохранению. С помощью некоторых нетрадиционных методов тестирования было определено, что значительная часть населения имеет иммунные носители, которые вырабатывают антитела мгновенно после того, как в их крови начинает размножаться вирус вампиризма, тогда как при обычных заболеваниях организму может потребоваться несколько дней или даже недель для выработки антител к новой инфекции. Исключением из этого правила являются естественные антитела, которые, как считается, вырабатываются микробами, живущими в организме с рождения. А еще анализы крови показывают, что у вампиров повышен уровень энкефалинов, пептидов, которые частично отвечают за вызывание спячки у таких животных, как медведи и белки. Таким образом, вампиры способны впадать в некое подобие спячки на длительные периоды времени, и я предполагаю, что пробуждаясь каждые несколько лет лишь на короткое время, чтобы подкрепиться, вампир может оставаться в спящем состоянии сотни лет. Эта длительная спячка не только позволяет вампиру выжить в условиях нехватки ресурсов или жесткой конкуренции, но и дает его жертвам возможность заселить новые территории, а для воспроизводства такого вида, как человек, для этого потребуется немало времени. Но даже если вампиры способны впадать в спячку, то как им удается жить так долго, сотни лет и даже больше? Похоже, что они способны защищаться от повреждения ДНК, которые происходят во время деления клеток у обычных людей. У людей защитные колпачки на конце хромосом, известные как теломеры, со временем стираются, но у вампиров этого не происходит из-за повышенной выработки теломеразы, фермента, который добавляет повторы последовательности ДНК. Кроме того, похоже, что более высокий уровень антиоксидантного фермента каталазы защищает клетки от свободных радикалов и радиации окружающей среды, тем самым предотвращая окислительные и ионизационные повреждения ДНК. То есть, короче говоря, похоже, что физиология вампиров практически не подвержена повреждающим эффектам, которые приводят к старению. Это вся информация, которой я хотел с вами поделиться по поводу вампиров. Спасибо за просмотр, надеюсь вам было интересно. И спасибо Лайка Ноу, Марату Сону, Ру, Роману Геллингену, а также всем тем зрителям, которые поддерживают мои озвучки материально, покупая платную подписку и тем самым получая ранний доступ ко всем видео, а также другие бонусы. И еще раз спасибо всем вам за ваши просмотры, лайки, комментарии и репосты. Всего доброго.